После завершения похода по Индонезии мы отправились на остров Флорес, чтобы посетить обитель знаменитых драконов Камадо. Это путешествие заняло три дня, но по количеству эмоций и новых впечатлений оказалось даже более насыщенным, чем предыдущие две недели. Национальный парк Камадо находится на архипелаге западней Флореса, где нет ни аэропортов, ни автодорог. Все путешественники попадают сюда на лодках, покупая туры. Мы остановились на трудневном, выбрав золотую середину между количеством дней и порцией впечатлений. Кроме варанов Камадо мы планировали заняться снорклингом. Наш корабль оказался старенькой деревянной посудиной с двумя каютами, капитанской рубкой и кухней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все было очень миниатюрным и простым. Команда состояла из двух матросов, из которых нашим любимцем стал повар. Ребята настоящие молодцы, сделали наше путешествие максимально комфортным и интересным, за что им огромное спасибо. Подводный мир здесь просто изумительный. Острова Индонезии – рай для снорклинга. Узкая полоса пляжа быстро переходит в роскошный коралловый риф, где стайки пестрых рыб кружат им танцы или с деловым видом спешат куда-то по своим делам. Мы меняли места для снорклинга и наблюдали потрясающие вещи – морских ежей, звезд, рыб-игол и даже морских змей. Вечером нас отвезли к мангровым лесам, где тысячи летающих лисиц прячутся от дневной жары. После заката, когда небо еще разукрашено яркими красками, огромные стаи этих животных вылетают из зарослей. И паря над зеваками на кораблях устремляются в села и сады по всему архипелагу в поисках фруктов. Зрелище буквально завораживает. Теперь понятно, почему здесь такие дорогие фрукты большую часть урожая лопают эти диковинные создания. Сегодня на земле осталось всего несколько крупных рептилий. Самое страшное из которых – это дракон Камадо, живущий в Индонезии. «Холоднокровный и не слишком умный этот хищник обладает, однако, леденящей душу с заданностью цели», – так характеризовал комодских варанов знаменитый астрофизик Карл Саган. Длина его тела достигает 3 метров, а весят крупные особи до 130 килограмм. Но иногда зоологам попадались особо крупные вараны, которые весили более 160 килограмм. Цвет шкуры – от серого до черного, с небольшими светлыми пятнышками. На первый взгляд, это неповоротливое создание, не способно к быстрому бегу. Но это не так. В случае опасности или охоты, ракон способен развить скорость до 25 километров в час. Правда, такие рывки он может совершать в течение нескольких секунд. После выдыхается. Кроме этого, бараны – хорошие пловцы. Есть свидетельство того, как эта ящерица переплывала море с одного острова на другой. Плавают они быстро, но минут через 20 у прерывного плавания они устают и выдыхаются. Если до берега и очень далеко, то они тонут. В настоящее время, в силу различных факторов, популяция помоцких варанов значительно сократилась. На это повлияла хозяйственная деятельность человека и сокращение корма на острова, которые он населяет. Эти ящерицы любят тепло, но не переносят дневной зной. Одинаково часто появляются на равнинах и в лесах. За сушливый период они селятся поближе к водоему. Их излюбленная пища – падаль разных животных. Благодаря своему чуткому обонянию, он может чувствовать запах крови на расстоянии более 3000 метров. Обонятельные рецепторы расположены у них на языке, который очень похож на язык змеи. Варан питается почти всеми животными, которые обитают на малых зонских островах. Мелкие особи могут питаться насекомыми, птицами, черепашьими яйцами. Не брезгуют они и небольшими грызунами, в частности крысами. Но основной пищей являются крупные копытные, дикие козы, олени, кабаны и буйволы. Известно также немало случаев нападения этих ящер на человека. Количество таких нападений увеличивается за сушливые годы, когда варану из-за засуки не хватает пищи, и он подходит к населенным пунктам в надежде поживиться домашними животными, ну и людьми тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Также мы посетили знаменитую зеркальную пещеру, находящуюся в 5 километрах от города. Пещера размером от 5 до 75 метров покрыта сталактитами и сталагмитами. На этом наше путешествие не заканчивается. Надеюсь, мое видео поможет вам правильно спланировать ваш отдых, и вы выберете Индонезию. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам доброго! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok